Всем-всем здравствуйте! Сегодня пришла моя последняя посылка с моими шарфиками с Алиэкспресс. Последних три шарфика наконец-то ко мне дошло. Я решила снять обзор о своих шарфиках и платках, которые я заказывала с Алиэкспресс. Я начала тесты с нижнего и среднего ценового сегмента. И начну, конечно же, с самого нижнего. Это шарфы. Я брала однотонные шарфы. По два с чем-то доллара, с двух до трех долларов. Одна и та же фирма, но я брала у разных продавцов. Они немножечко отличаются. Одни шарфы более жадко, другие более гладкие. Но по качеству видно, что это одна и та же фирма. И я сразу хочу начать с вот этих шарфиков. Один из них у меня на голове. Плюс вот такие еще расцветки шарфов я брала. Вот это вот жаточная ткань. Плюсы этих шарфиков. Это натуральный состав, стопроцентный хлопок и, конечно же, цена. Плюс эта ткань, она тонкая, воздушная. Может сделать объем на лето. В ней не жарко. Делаются как объемные, так и обычные головные уборы. Но у них также есть и минусы. И самый первый минус – это плохо. Ну, вернее, как? Не слишком качественно обработанные края. Я сейчас постараюсь продемонстрировать, как обработан край. Ну, то есть немножечко так, да? Хотя, что я хочу за 2 доллара? Вот так вот. Немножко кое-где перекручено, кое-где ткань вылезла, кое-где ниточки. Но, опять же, напоминаю, что это 2 доллара. Так, вот. У этого шарфика и у того, который на мне, текстура жаточки. То есть, ну, я пробовала гладить, крупные складочки гладятся, мелкие вот эти вот жаточки, они не гладятся. Ну, бог с ним, больше объема будет. Вот так вот он тянется, немножко пластичный. Так, написано 100% котом. Да, и второй минус этих шарфиков, это то, что они очень нежные. Если, не дай бог, у вас там где-то будет зазубринка на ногтике, какой-то заусенчик, какой-то, я не знаю, сухость на коже. Вот эта ткань, у этих шарфов, она все цепляет. И ткань чувствительная очень также к прикосновениям, к какому-то, если вы слишком потянете ткань, где-то неаккуратно. Слазит ниточка, порядок ниточек меняется. Я имею в виду, что сдвигается. Да, я не буду сейчас портить платок. Если вы вот так неаккуратно потянете, нитки сдвинутся. То есть, ткань очень деликатная. Еще из минусов этих шарфиков, сегодня мне пришел вот этот бежевый шарфик и вот этот красный алый. На бежевом шарфике были пятнышки, как если бы это было машинное масло. Но здесь не видно. Это небольшие пятнышки, но все равно неприятно. И на этом шарфике, если посмотреть на свет, то фрагментарно можно подумать, что на нем есть затяжки. Хотя я предполагаю, что это просто такой фрагмент немножко некачественной ткани. Но я все равно не жалею, что я их взяла, потому что они на лето очень легкая ткань. И я просто буду осторожнее с ней работать. Далее я хочу рассказать о своем платке. Где-то он стоил 5 плюс долларов. Вы, наверное, видели видео с этим платком. Это полиэстер. Это полиэстер не из самых тонких. Он такой немножко плотноватый, но в то же время легкий. Это из тех платков, которые я брала на Алиэкспресс. Это лучшее качество. И я заметила, что все-таки, ну в моем случае, мой опыт показывает, что чем выше цена, тем немножечко лучше качество. Ровные края, очень хорошо прошит. Мне нравится расцветка, мне нравится текстура. Мне нравится, как он протыкается иглами. Что на нем не остается затяжек. Это вот то качество платка, которое я могу порекомендовать. Но, к сожалению, вот именно то объявление, по которому я покупала этот платок, оно пропало. Поэтому я могу только вам подобное что-то... Найду ссылочки на что-то подобное. Я хотела сказать несколько слов о вот этом, о своем платке. Очень он мне понравился на картинке в Алиэкспресс. И он меня не разочаровал. Это полиэстер прекрасного качества. Он тонкий. Единственное, конечно, я очень много пользовалась булавочками с ним. И кое-где я вижу, что я подорвала немножечко ткань. Но ткань не разлазится. Просто есть такая маленькая неровность. А так, в целом, я очень довольна этой покупкой. Вот он двухсторонний. С одной стороны он ярче, чем со второй. Вот. И вместе вот с этим платком я купила второй у этого же продавца. Платочек, с которым я еще ничего не делала. Но планирую как-то сделать. Он просто очень цветастый. Вот такой. Также это тонкий полиэстер. Очень невесомый, который не утяжеляет уборы. И я не вижу другого способа повязания этих платков, кроме как на нижнюю шапочку или на каркас. Потому что они... Следующая партия, о которой я хочу рассказать. Я заказывала шарфик маме. Она попросила персиковый цвет. Я хотела для украшения своего толто. И так вышло, что я заказала три штуки себе, маме и сестре. Вот так вот он выглядит. То есть этот шарфик не предназначен для повязывания на голову. Он очень декоративный. Ну, мне он не подходит. Он слишком декоративный. И у меня, к сожалению, нет одежды, к которой его можно применить. Может быть, кому-нибудь подарю. Я его не носила. Он просто у меня остался. Маме очень понравился. Потому что у нее однотонное темное пальто. И этот шарфик, он, видите, по текстуре как сеточка. Очень дешевый. Он стоил где-то полтора доллара на Алиэкспресс. По качеству, если бы мне нравились такие модели, то я бы сказала, что качество на 4 или 4 с плюсом. То есть качество у этого шарфика замечательное. Ну, а моя любовь с Китая и, к сожалению, мое большое разочарование одновременно, это шелковый палантин. Прекрасный. Я очень его люблю. Он мне безумно нравится. Но, к сожалению, это тот шелк. Ну, фигурируется. Написано 100% шелк. К сожалению, это тот самый шелк, который абсолютно не хочет держаться на голове. Даже с использованием нижних шапочек. Ну, так как я люблю намотать на голове что-то многослойное, то первый слой на нижней шапочке еще держится, а следующие слои уже сползают. Ткань тяжелая. Он очень красиво смотрится на шее. И не можно делать. Моя любовь, которая пришла сегодня, и я в него просто сразу, сходу влюбилась. На сайте Алиэкспресс позиционируется этот палантин как 100% хлопок. В составе написано 100% акрил. По ощущениям это действительно хлопок. Он огромный. Размеры у него, по-моему, 105 на 180 см. Вы себе не представляете, какое это удовольствие, какое это качество ткани. Я не могу нарадоваться. Если сравнивать с нижним ценовым сегментом, с вот этими шарфиками, то это небо и земля. Эти шарфики от любого дуновения уже слазит нитка, они рвутся. Это очень прочный, но в то же время тонкий и такой воздушный катон. В общем, я уже пробовала с ним делать несколько уборов. Мне безумно понравился объем, который создает этот палантин. И, конечно же, мне нравится принт. Я его заказала из-за принта. И, если я не ошибаюсь, он стоит 5 или 6 с чем-то долларов. Вот честно, я не помню. Но поверьте мне, качество гораздо лучше, чем у шарфов, которые идут там за 2-3 доллара. Вот. Следующий шарфик, который я заказала из-за цвета. Хотя сейчас я уже не уверена, подходит ли мне такой цвет. Вот такой палантин. Это тоже из среднего ценового сегмента. По качеству он что-то между вот этим последним, который я показывала, шарфиком, и вот этими шарфами. Самого нижнего ценового сегмента. Хороший хлопок. Не цепляется. Позиционировался он как 100% хлопок. Вот такой вот принт. Легкий, воздушный. Хорошие строчки. Строчками я довольна. Расцветка полностью соответствовала тому, что на сайте. Но единственное, когда я приложила к своему лицу этот цвет, то я немножечко не поняла, вообще идет он мне или нет. Ну, буду пробовать подбирать под что-то. Не знаю, может быть получится. Как-то так. И последний, который вы, вероятно, видели уже в нескольких моих видео. Этот шарфик я заказала на Алиэкспресс самым первым вообще, когда мы только начали с мужем экспериментировать. Вот этот вот шарф. Ну, вернее, это палантин, а не шарф. Вот. Прекрасного качества он также стоил. Когда я его брала, больше 5 долларов. Вот. Отличный. Не цепляется. Котон прочный. В то же время легкий. Все строчки ровные. Сколько я его носила, и с кольцами, и с чем угодно, он прочный. И в то же время легкий. И если осень, и много слоев, он может быть и теплым. То есть, это вот то изделие, которое я уже несколько месяцев ношу, и которым я очень сильно довольна. Еще одним из первых я заказывала вот такой вот шифоновый шарфик. И он настолько прозрачный, что у меня до него пока не дошли руки, потому что скользкие шарфики я обычно повязываю на какие-то шапочки, каркасы. А это тот шарфик, который, ну, к сожалению, нельзя под него использовать каркас, потому что он, ну, очень прозрачный. И я подумаю, как его использовать, но мне кажется, для шифонового он слишком коротковат, чтобы придумать что-то эдакое. Хотя, если использовать его просто для, как я использую шелковые шарфики, для повязания банта где-то вот здесь, да, и потом, ну, вот, для вот таких моделей, то это, конечно, можно. Но, опять же, он слазит. Он слазит и не держится. Вот. Но для шеи он очень приятный, хороший. По качеству это хороший шарфик. Это просто вот я еще не сообразила, как его в уборах применить, чтобы это было красиво. Что ж, все. Когда у меня будут появляться, ну, там накопится несколько новых изделий с Алиэкспресс, я буду делать еще обзор, если вам это интересно. Если вам интересно, я прошу вас отписаться в комментариях и благодарю вас за внимание, за просмотр. Надеюсь, что-то вам понравилось. Может быть, вы захотите тоже что-то такое или вдохновитесь начать экспериментировать с Алиэкспресс. В любом случае, благодарю вас за просмотр. Хорошего, прекрасного вам дня и настроения. И до встречи. Пока.